здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня у нас вторая часть сумки крючком летний брюнелла кучинели ссылка на первую часть будет обязательно под видео в описании девчоночки либо на канале смотрите либо в конце я потом ставлю еще в финальные вот эти окна в нем будет ссылочка значит мы провязали в прошлом видео 10 рядов и вывязали донышко про материал по крючок все это в первом видео девчонки это продолжение так у нас провязано 10 рядов далее я беру вот эту вот схему далее я писать не буду смотрите какая у меня по жмяками это я ее рисовала на работе чтобы вам предоставить значит вот этот столбик с накидом кто вязал у нас он как бы вот не знаю как он называется до сих пор не выяснила спешу спешу в общем по полустолбик с накидом так я его назвала вот возможно я уже и буду знать но видео я снимаю пока еще монтирую то которое которое первое поэтому вы мне еще не подсказали значит начинаем с первого ряда то здесь у нас 10 рядов донышко и начинаем с первого ряда я начинаю с трех петель воздушных подъема тема далее одну петлю пропускаю со второй начинаю вязать делаю накид увязываю петлю и далее все три вместе вот такой вот столбик я провязываю то есть он будет ниже первую часть я вязала столбик был выше поэтому ну не совсем похоже на оригинал у меня получилось поэтому решила так далее одна воздушная петля ее я не затягиваю и опять один пропускаю во второй вяжу вот этот полустолбик с накидом все три петли вместе и так по кругу здесь не не по здесь не по ослабляем а вот саму воздушную петлю чуть ослабляем то есть слабее она ну так вот прям подтягиваю и вяжу далее через одну петлю по кругу для чего я это делаю чтобы полотно здесь не стягивала потому что есть тенденция стяг так сейчас я делаю вставку для того чтобы вы сравнили вот кстати смотрите что я вам скажу эту сумку я еще не обрабатывала еще буду мне нужно мораль моральные силы на это решится девчонки это я все про обработку потому что вот этот образец сейчас я вам все расскажу значит здесь я вязала вот этими нашими полустолбиками с накидом и мне это нравится больше единственное что я предполагаю но это еще не обработанная деталь поэтому я предполагаю что она будет ну повыше этот ромб и что я хочу вам к чему я снимаю вот это все этот ромб у меня 15 сантиметров этот у меня связан классическими столбиками с накидом этот у меня учитывая того что то что у меня здесь нет сантиметра то 21 сантиметр это значит что выше если вот допустим я к чему делаю этот досьем вот видите этот ромб у нас выше то есть ваше право выбрать либо вы вяжете вот таким вот узором выше ромбом а классическим столбиком с накидом либо вы вяжете со мной вот этим вот полустолбиком либо он не закончены здесь дырки у нас меньше вот и ромб меньше но больше вот здесь обвязка верха и вот эта полоса нижняя сама высота сумки видите еще обрывается зараза нить боже я же намучилась уже решила наверное и рюкзака не будет ну возможно еще и будет девчонки пока в данный момент именно у меня 23 это высота всей сумки а я думаю что где-то нужно 27 26 27 то есть три сантиметра либо я довяжу вот видите получается высокая вот эта фланга то есть что я хочу сказать господи собрать мысли в кучу вам нужно распределить вот эти вот ряды 5 1 2 3 4 5 6 7 8 здесь у меня будет где-то 10 рядов а здесь у меня опять то есть вам нужно распределить на равное количество рядов до узора вот допустим здесь провязать 8 и здесь 8 на чтобы было одинаково у меня чуть-чуть дисбаланс но это только потому что я не хочу уже третий раз перевязывать нет моих сил на эту рафию я уже оставлю как будет да вижу вот здесь вот и намочу что хочу сказать еще по поводу намачивания вот мне нравится как это выглядит после намочивания она более податлива но нужно кстати да я вам скажу что да да мочить надо и и и и она я боялась кстати намочилась специально связала образец намочила здесь видите разорвалась то есть с ним очень нужно самому в намоченном виде это бумага девчонки видите вот поразрывалась она и сухая рвется а мокрая то тем более ну то есть нужно придавать форму очень аккуратно очень аккуратно девчонки поэтому сливаться и так девчонки я провязала ряд по кругу сейчас я в одиннадцатом ряду и знаете что у меня я опыта у меня маловато крючком я могу как бы воспроизвести схему вот вот признаюсь что здесь у меня 156 столбиков без накида было и я так понимаю что я где-то что-то добавила добавилась у меня я вначале пересчитывал вот здесь вот а вот в пятом ряду у меня их больше получилось поэтому вот таких вот ячеек у вас должно быть я прошу прощения возможно у вас получится так как у меня ну вот так вот у меня получилось но их должно быть 7878 вот этих дырочек у меня их получилось 79 вот вот она 79 я полустолбиком соединяю вот и вот по кругу у меня их получилось 79 вот таких вот дырочек теперь мне нужно распределить 3 ромба здесь и 3 ромба здесь сейчас я посчитаю и все вам скажу и так такие вот таким вот образом я распределила свои будь 79 петель вот здесь вот у меня вот я знаете как делала я вот так вот складывала это донышко вот чтобы напротив были да вот эти вот вершины ромбов потому что полотно чуть косит определяла половину здесь вот и отсюда уже налево и направо отсчитывала вот значит какое у меня распределение вот центральные здесь 8 между ними 8 между ними здесь 21 а здесь 20 я имею вот этих вот дырок вот по итогу у меня получается 79 вот это вершины наших ромбов у вас если что если вдруг у вас такое безобразие если у вас не будет это и лишнее то у вас будет здесь у меня 20 дырочек а здесь 21 на одну больше у вас должно быть здесь 20 ну если у вас нормальное количество и вы не уехали значит что я сейчас делаю если у вас все как у меня то сейчас мы вяжем до вот этого ромба дырками это значит что я вяжу 2 петли воздушные подъема далее вяжу столбик вот этот полустолбик с накидом воздушная петля и далее в дырку вяжу вот эти полустолбики с накидом туго вижу девчонки уже поняла что надо потуже тогда получается красивее и более похоже на оригинал значит петли подъема петлю в первую дырку раз два три 4 56 вот здесь вот мы делаем воздушную петлю и далее где маркер далее на маркеры принципе и не нужны мы начинаем 1 ромб это значит из этой дырки мы вывязываем 2 столбика с накидом и вот здесь вот девчонки нам уже в принципе не нужно подтягивать вот эту петлю потому что здесь у нас добавляются петли и ширина выравнивается воздушная петля теперь 1 2 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 11 10 петля здесь мы тоже вяжем 2 2 полустолбика с накидом 1 2 так вот смотрите можете давайте будем я буду помечать чтобы вам было понятно пока во всяком случае пока этот столбик вернее ромб не вырисуется в общем я думаю понятно основной узор у нас вот эта вот сетка на которой вырисовывается ромб то есть там где маркер мы вяжем два столбика два вот этих вот полустолбика я продолжаю по кругу вязать вот эту вот сетку при этом там где у меня маркер вот смотрите я уже потеряла раз два три 4 5 6 7 8 9 там где маркера я вывязываю вот по 2 петли из одной дырочки а далее все у меня сеточка вот все все заполнение сумки это сеточка плюс вот эти вот ромбы которые у меня слетают маркеры ну в принципе то я сейчас продолжаю вязать этот ряд здесь я провяжу 2 здесь 2 здесь 2 здесь остальное место сетка так здесь мы замыкаем ряд вот таким вот образом то здесь мы не делаем воздушную воздушную петлю то есть дырки здесь через ряд у нас дырки будут здесь вот что хочу сказать здесь я провязала 4 воздушные петли их надо три раз два три и далее пропускаем вот этот столбик и уже из дырочки даже это что касается стыка рядов далее так теперь я объясню по поводу этого ряда значит вот 2 2 2 все провязала по 2 петли там где у меня стоят маркеры так теперь мы вяжем по схеме третий ряд теперь знаете что я как упростить упрощаем таким вот образом вернее ну да упрощаем далее у нас идет четыре петли ромб расширяется все остальное у нас воздушная петля полустолбик с накидом в дырку вот как видим так и вяжем до пока не дойдем до маркера я вот даже не считая я вижу потому что считать по количеству как бы это просто очень будет сложно теперь здесь у нас мы смотрим вот только она вот эту вот часть здесь у нас мы передвигаемся вот где был была дырочка предыдущем ряду теперь у нас здесь столбик то есть что это значит мы делаем воздушную петлю но теперь уже вяжем столбик сюда вот этот с накидом далее маркер я снимаю и вяжем столбики уже в петлю нормально в сам столбик теперь у нас их 423 и в дырку 4 4 то есть мы задействовали смотрите дырочку перед и дырочку после и у нас едва вот этих столбика мы провязали и далее сейчас я вам покажу не считаем вяжем вы можете конечно считать но это не имеет смысла я к чему это говорю нет смысла считать вот эти дырочки просто дырка до и дырка после мы расширяем этот ромб я вот свою теорию я буду вот так вот основывать на этом не на подсчете точном потому что это можно с ума сойти вот так вот всю сумку вязать и считать мы будем подталкиваться от этих ромбом самое главное нам распределить вот это распределение петель самое главное эти центральные 3 ромба все оставшиеся петли на равное количество до и после вот в боках все пускайте далее мы основываемся на ромбах и так смотрите я вязала вязала вот этими вот дырками теперь у меня дырка перед ромбом да я провязываю в нее стол вот этот полустолбик снимая провязываю два вот этих вот ромба 1 2 4 дырку после то есть мы все симметрично если мы задействовали эту дырочку то нам нужно задействовать дырочку после нее все у нас расширяется ромб и так мы проделываем со всеми шестью ромбами то есть это у меня уже два теперь я еще четыре расширю все остальное пространство повторюсь мы вяжем вот этой вот сеткой весь круг и так третий ряд мы девчонки заканчиваем таким вот образом здесь мы делаем воздушную петлю и во вторую петлю воздушную вот этих петель подъема мы делаем соединительный полустолбик и соединяем так чудный ряд делаем просто две воздушные петли подъема и вяжем первый столбик в первую дырку и далее продолжаем нашу сетку да вы знаете что я вам скажу что я бы не смогла вязать как девчонки на продажу постоянно из рафии этаж капец так и опять я не считаю девчонки я просто смотрю у меня четвертый ряд мы расширяемся это значит что я буду задействовать дырочку перед ромбом вот он мой ромбище трех петель если мы расширяемся то две дырки до и после вот этого ромба вот эти две дырочки переходят в ромб это значит что вот 1 4 4 столбика вот они 1 2 4 эти четыре я провязала 5 этот 5 и 6 на 6 столбиков у нас по схеме вот он ромб наш расширяется далее опять же я вижу сеткой до следующего ромба вот он ромб вот он ромб так вот он здесь просто не видно вот она дверочка перед ромбом и я ее задействую в ромб один и сразу без воздушной петли вяжем 4 петли ромба и еще одну дополнительную есть 6 видите и так все шесть наших ромбов которые в четвертом ряду у нас состоят из 6 столбиков с накидом они переписаны так заканчиваем мы четвертый ряд вот без воздушной петли напомним просто соединительным полустолбиком так теперь 3 воздушные петли пятый ряд и дырочку вот здесь у нас как бы закрытая ячейка получается здесь открытые как бы здесь у нас открытые поэтому мы делаем 3 петли воздушные подъема и дырочку вяжем я уже маркер и поснимала здесь у нас пятом ряду 8 раз все все еще мы расширяемся восемь столбиков полустолбиков с накидом ромб у нас из 8 это значит что мы опять же задействуем по одной дырочки перед и после ромба вот она я довязываю все остальное мы вяжем по узору так вот мои 6 5 6 столбиков ромба здесь у меня есть воздушная петля и вот отсюда я начинаю этот столбик уже уходит в ромб 16 центральных которые уже есть 3 3 4 4 5 5 6 7 и 8 6 вот ромбик наш и теперь мы вяжем до 100 следующего и так далее снова я не считаю никакие промежуточные вот эти вот сетки что и вам советую девчонки потому что совсем уходит все удовольствие от вязания дошли до ромба задействовали первую дырку перед ромбом запустили ее как бы в ромб вязали здесь уже воздушных петель не делаем соединяем общее вязание это у нас пятый ряд я уже маркеры поснимаю уже эти ромбы видно очень хорошо поэтому больше они мне не нужны они мне мешают не знаю вы можете оставить ну и вот так продвигаюсь далее видите один второй третий и здесь три и так пятый ряд мы заканчиваем воздушным воздушная петля и соединяем во вторую воздушную петлю соединительным полустолбика так шестой ряд теперь у нас вот эта вот часть будет уменьшаться и образовывается еще один вот он ромбик значит что я здесь делаю две воздушные петли подъема полустолбик с накидом я продвигаюсь к ромбу сейчас опять же опять же все точно так же теперь внимание шестого ряда что мы делаем у нас уже образовывается не один ромб а три и нами нужно будет разделить значит опять же вот наш ромб петля дырка перед ними мы вяжем по схеме смотрите два столбика из вот этой вот последнюю как бы последние дырки это у нас дополнительный ромб теперь мы его отделяем делаем воздушную петлю один столбик пропускаем и со второго начинаем вязать здесь у нас средний уже уменьшается то есть здесь у нас шесть столбиков но между ними дырочка будто надо мы сделали воздушную петлю и столбик пропустили здесь вяжем 6 столбиков 1 2 3 4 5 6 итак пятый ряд мы заканчиваем воздушная петля и соединяем во вторую воздушную петлю соединительным полустолбиком так шестой ряд теперь у нас вот эта вот часть будет уменьшаться и образовывается еще один вот он ромбик значит что я здесь делаю две воздушные петли подъема стол полустолбик с накидом я продвигаюсь к ромбу сейчас опять же опять же все точно так же теперь внимание 6 ряда что мы делаем у нас уже образовывается не один ромб а три и нами нужно будет разделить значит опять же вот наш ромб петля дырка перед ними мы вяжем по схеме смотрите два столбика из вот этой вот последнюю как бы последние дырки это у нас дополнительный ромб теперь мы его отделяем делаем воздушную петлю один столбик пропускаем и со второго начинаем вязать здесь у нас средний уже уменьшается то есть здесь у нас 6 столбиков но между ними дырочками будто надо мы сделали воздушную петлю и столбик пропустили здесь вяжем 6 столбиков 1 2 3 4 5 6 так далее снова столбик с накидом 1 одну петлю пропускаем и из последней дырки мы вывязываем 2 столбика вот таким образом мы образовали начало 2 вот они где просто я плохо видно сейчас она потом нарисуется вот средний 100 ромбик у нас уменьшается вот он между ним две дырочки вот и вот и здесь вот образовался здесь и вот здесь вот где по две петли у нас образ образовал сначала дополнительных двух ромбов то есть теперь средний у нас будет сужаться а эти боковые увеличивается сейчас я дойду до следующего еще раз мы с вами свяжем чтобы было понятно то есть теперь у нас ромба 32 крайних увеличиваться будут средне у нас будет уменьшаться и отделяет нас наши эти три ромба между собой одна дырка так дошли мы последняя дырка вернула из дырок последняя дырка из нее вяжем 2 полустолбика далее делаем воздушную петлю делаем отступление 1 столбик мы отступаем и со 2 вяжем 6 полустолбиков с накидом 1 1 1 2 3 4 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 здесь первую дырку из не из них мы вывязываем следующий ромб который отделяем дырочкой со средним роман шестой ряд мы заканчиваем полустолбиком соединительным без воздушной петли запомним здесь у нас заполнила ячейка 7 ряд 3 воздушные петли подъема пропускаем этот этот столбики со следующего начинаем вязать снова мы передвигаемся на одну дырочку влево видите заполняем эту дырочку передвигаемся так вот она наша дырочка видно я не считаю девчонки вот две петли вместе из одной предыдущего ряда вот они и отсюда я начинаю так здесь вяжу воздушную петлю и начинаю сплошное вязание здесь все четыре все три ромба у нас по 4 петли 1 я связала видите насколько выше столбик с накидом классический и в дырочку 4 дырочка это вырисуется не бойтесь она потом нарисуется то есть сейчас у нас четыре столбика делаем воздушную петлю отделяем этот руб от этого здесь петлю пропускаем уменьшаем его и вяжем 4 полустолбика с накидом вот видите 142 4 воздушная петля и вот думаю вы знаете может все таки вязать в эту дырин да нет выровняем так отделили дырочкой здесь вот просто плохо видно но они потом видите выравниваются когда уже из нее связана петля отделили дырочка здесь у нас два предыдущих и оба мы провязываем без воздушных петель не разделяем воздушными петлями это у нас третий кроме часа на втором еще вам все покажу это я так много говорю 4 все есть смотрим 444 между ними дырка дырка оба все три ромба у нас по 4 воздушные пол полу по 4 полустолбика с накидом далее вяжем наши дырочки здесь мы не напрягаемся до последние дырки последнюю дырку мы задействуем так есть вот она последняя это значит что воздушная петля у меня здесь провязана 4 полустолбика с накидом 1 ромб 4 воздушная петля отделяем 1 петлю пропускаем 4 полустолбика с накидом 1 4 воздушная петля и этот столбик полустолбик пропускаем из дырки начинаем следующие четыре раз не знаю может лучше отсюда обязательно попробую наверно лучше знаете нам в любом случае либо туда либо либо туда будет смещаться 4 смотрим наверное да она или туда или туда смещается в принципе то без разницы и все и дальше я вяжу дырочки то есть воздушная петля полустолбик с накидом то есть видим да вот первый ромб второй который уменьшается и третий который увеличивается все по четыре полустолбика с накидом заканчивая в седьмой ряд воздушной петлю и соединительным полустолбика то есть здесь у нас две полноценные дырочки делаю 2 воздушные петли подъема столбик полустолбик с накидом здесь мы заполняем эту дырочку воздушная петля теперь смотрите последняя дырочка здесь у нас вот эти четыре вместе здесь мы заполняем и вяжем эти четыре еще и в конце то есть крайние ромбы у нас расширяются 3 4 5 6 6 вот в дырку между видите которая разделяет эти три давайте два за данном случае теперь воздушная петля отделяем одну петлю пропускаем вяжем 2 столбика полустолбика с накидом этом этим мы завершаем центральный наш руль с которого мы начинали вот видите он уже у нас закончен этот у нас расширился до 6 петель этот у нас сузился до 2 петель воздушная петля в дырку ее видно дырку вывязываем полустолбик с накидом здесь эти четыре провязываем 1 1 1 2 вот представляете 1 2 1 2 4 то есть это всего уже 5 5 вот здесь вот и 6 мы вывязываем эту дырочку что у нас получается восьмом ряду 6 столбиков 1 ромб 2 столбика 2 ромб 6 столбиков ой третий ромб между ними вот пространство по воздушной петли вот они надо 6 пространство 2 пространство 6 далее столбик дырочки то есть воздушная петля у столбик с накидом вот я сегодня провязала сейчас восьмой ряд я безумно устала на сегодня я уже как бы и не буду вязать так здесь 1 2 3 4 5 и 6 в дырку 6 воздушная петля одну пропускаем две центральные заканчиваем первый ромб наш воздушная петля и здесь вот 6 эту петлю пропускаем начинаем из дырки 1 2 3 5 и 6 и так далее то это все у нас вот эти вот секции выглядят вот так вот 626 между ними дырочки эти уже видно вырисовывается один ромб эти два возле него мы почти в половине вязания и так заканчиваем мы 8 ряд здесь у нас ячейка закрыта поэтому мы делаем один полустолбик и сразу делаем полустолбики я имею ввиду с накидом и полустолбиком присоединяем так что у нас здесь 6 6 столбиков 26 было сейчас у нас по 82 а вот этого уже нет девятый ряд мы сейчас вяжем 3 воздушные петли подъема доходим до вот этого первого ромба воздушная петля и вот он у меня первый ромб перед выбер первая дырка вторая дырка это мы все задействуем дополним и всего у нас ромб из восьми столбиков полустолбиков с накидом 2 8 так вот у нас теперь воздушная петля петля и пропускаем вот эти две и со следующей дырки мы вяжем второй ромб то есть это у нас половина узора видите ромб один закончен эти в половине и там будет потом 3 значит в девятом ряду у нас по 8 эти два ромба средний ромб у нас аннулирован и теперь переходим к следующему рапорту здесь у нас всего вот между этими ромбами 1 2 дырки получается один полустолбик вот видите всего две дырочки и получается следующий ромб из 8 петель и вяжем точно так же как это так заканчиваем 9 ряд воздушная петля и во вторую воздушную петлю полустолбик соединительный полустолбик так здесь у нас 10 лет две воздушные петли подъема начинаем отсюда теперь мы восстанавливаем смотрите теперь вот эти вот боковые два ромба у нас идут на уменьшение и начинаем вывязывать центральные 4 здесь вот так это значит что теперь вот с этой половины здесь мы начинали мы все время расширяли но кроме вот этого теперь мы идем с уже на сужение что это значит сейчас буду вам показывать это значит что мы вот довязываем до последние дырки и мы сужаем мы делаем еще воздушную петлю одну петлю пропускаем со следующей начинаем вязать 6 столб полустолбиков с накидом значит вот 10 ряд видите 6 воздушная петля между ними окошко 2 это мы начинаем четвертый ромб воздушная петля окошко отделяющие и 6 столбиков это в десятом ряду у нас так выглядит ромб то есть видите вот последний ромб петля ромбика предыдущего ряда мы ее уже отделили пошли на уменьшение то есть напротив нее дырочка 2 4 5 6 видите теперь мы вот она последняя делаем воздушную петлю и из дырки вывязываем 2 2 полустолбика с накидом 1 у кстати покажу вам как я соединяюсь 1 так вот здесь воздушная петля позже я связала обычные вот видите что делаем обычные столбики так сначала вот смотрите я захвачиваю обе потом отпускаю вот эти вот штуки провязываю потом я их еще раз фиксирую следующим полустолбика видите захвачиваю это все дело и фиксируем так теперь у нас воздушная петля одну петлю мы отпускаем здесь можно еще их зафиксировать но я уже не буду это все я обрежу пропускаем и со следующей вяжем 6 столбиков 1 2 3 4 5 и 6 вот видите предыдущем ряду один столбик остался то есть мы уменьшаем ромб и так 626 разделену воздушными петлями дырочка так передвигаемся ко второму рапорту здесь у нас было предыдущем ряду дыр две дырки теперь у нас их будет три вот ориентируемся на это что мы увеличивается у нас количество дырок одну петлю отпускаем пропускаем и со второй начинаем вязать 6 столбик а вот они три дырки 4 6 воздушная петля из центральной дырочки вывязываем 2 полустолбика с накидом то есть начинаем 4 ромб воздушная петля и одну петлю пропускаем и со следующей со второй начинаем вязать 6 вот таким вот образом и продолжаем и так 10 ряд я заканчиваю закрытой ячейкой так назовем да здесь воздушных петель я не делаю столбик и вернее полустолбик с накидом и полустолбик соединительный далее 11 ряд девчонки у нас уже далее боковые уменьшаются они по 4 центральная увеличивается у нее 4 и боковушки по 4 поехали так 3 воздушные петли подъема так здесь вот последняя дырка смотрим еще делаем воздушную петлю убираем эту петлю и со второй начинаем вязать четыре столбика полустолбика с накидом 3 4 воздушная петля начиная с дырки 1 1 2 3 и в дырочку 4 это центральная у нас здесь 4 видим здесь 4 отделяем воздушная петля 1 пропускаем и четыре раз до 3 4 вот они 4 4 4 между ними дырочки дырка дырка так здесь видите одну мы пропускаем 1 2 3 и 4 прошлый раз было 3 вот одну пропускаем со второй начинаю вязать 4 полустолбика для ромба и так далее смотрим здесь 4 здесь 4 и центральный будет тоже 4 это у нас 11 ряд и так я провязала 11 ряд в одиннадцатом ряду мы просто делаем воздушную петлю соединяем во второй полустолбик 12 ряд что у нас двенадцатом ряду у нас крайние ромбы по 2 петли средний ромб у нас 6 столбиков крайне по 2 и выполняем значит здесь у нас две петли 12 ряд напоминает две воздушные петли подъема и сразу же полустолбик с накидом до сих пор я не сняла как он называется ну да ладно пусть уже по моему определению будет полустолбик так мы продвигаемся к нашему ромбу так и здесь воздушная петля одну петлю отпуск пропускаем и вяжем две центральные вот эти вот мы вводим в дырочки то есть здесь уже наш ромб заканчивается благополучно воздушная петля мир отсоединяем его от основного вид от центрального ромба и этот ромб был увеличиваем начинаем с дырки задействуем последнюю дырку и вяжем 6 столбиков полустолбиков с накидом 6 из дырочки так воздушная петля здесь один пропускаем и два центральных провязываем так есть далее дырочками воздушная петля полустолбик передвигаемся к следующему здесь у нас между ромбами раз-два-три-четыре-пять дырочек и четыре полустолбика между ними здесь пропустили один вяжем два вместе вершину ромба так есть раз два три четыре пять и четыре пустота между ними и вяжем следующий ромб 2 здесь 6 центральной и 2 так продолжаем по кругу так заканчиваем 12 ряд полустолбиком без воздушной петли дополним что четные у нас здесь заполненная дырка получается 13 ряд 3 воздушные петли подъема здесь у нас остается один ромб центральный эти два ромба мы уже убираем по краям так пропускаем и в дырку вяжем 13 ряд продвигаемся к ромбу так вот вершина первого ромба мы ее воздушная петля пропускаем как одну петлю и начиная с вот этой вот здесь центральный ромб мы еще увеличиваемся с 13 ряд показываю видите здесь уже сетка сетка а этот ромб мы последний ряд как увеличиваем то есть задействуем дырку перед вяжем 6 петель ромба и еще последнюю дырку вернем до первую не вот здесь вот она последняя а там она 1 1 2 2 3 4 5 6 7 и 8 из дырки так есть центральный ромб сейчас посчитаем здесь воздушная воздушная петля 2 петли тоже пропускаем все уже больше на у нас боковых ромбов нет мы даже только центральные ромбы вот здесь я пропустила и отсюда начинают центральные ромб сейчас я вам посчитаю здесь у нас раз два три 4 5 шесть дырок 5 столбиков между ними 13 ряд продолжать и так заканчиваем 3 на 13 ряд воздушная петля и во вторую петлю подъема соединительный полустолбик 14 ряд раз здесь три воздушные петли ой нет здесь две честный ряд видите уже уже наврала 1 2 1 столбик вяжем сразу сюда и и продвигаемся к ромбу с 14 ряда у нас начинается уменьшение ромба наша схема заканчивается так теперь у нас помним да мы будем убирать по одному столбику делаем воздушную петлю пропускаем его и со второго начинаем вязать в четырнадцатом ряду у нас шесть ромб состоит из 6 петель 3 3 4 5 6 4 5 5 5 6 6 6 7 6 6 6 и 7 то есть у нас здесь 7 дырок 1 2 3 4 5 6 вот 7 6 столбиков между ними петлю пропускаем и со второй начинаем вязать 6 столбиков для ромба 2 3 4 5 6 вот так вот и продолжаем и так завершаем 14 ряд без воздушной петли просто соединительным полустолбиком далее 3 воздушные петли 15 ряд девчонки в пятнадцатом ряду у нас сетка плюс 4 петли ромба так продвига уменьшаем вот они 6 5 воздушная петля у меня одну пропускаем начиная вязать со второй 4 петли у меня будет 3 4 есть далее сетка дом следующего рома может 15 ряд видим доль здесь у нас 4 петли ромба следующий ряд 2 петли и уже в принципе все девчонки хотя бы схему мы закончили так вот следующий ром мы уменьшаем это значит что мы кусок ромба отдаем в сетку пропускаем сейчас я вам скажу сколько у нас между ромбами значит 1 2 3 4 5 6 7 8 дырок и 7 столбик полустолбиком между ними и продолжаем 15 ряд и конец пятнадцатого ряда заканчивается воздушная петля и во вторую петлю воздушную соединительный полустолбик так 16 ряд он в принципе там у нас последний что касается узора здесь две воздушные петли сразу столбик у нас заканчивается ромб уже двумя петлями и следующий 17 ряд у нас получится только сетка поэтому вот этот вот последний ряд так вот они наши четыре столбика видите я из них делаю два воздушная петля вяжу два вот этих вот центральных и далее уже сетка таким вот образом мы заканчиваем наше вязание вязание Так. Вот они, два столбика и между ними, что у нас между ними, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять дырок и восемь столбиков. Все, продолжаем. Так, шестнадцатый ряд мы заканчиваем без воздушной петли во вторую соединительным полустолбиком и далее. Следующий ряд мы вяжем, два, три, три воздушные петли и целый ряд мы вяжем дырочками. Семнадцатый последний ряд. Вот там, где вершина нашего ромба, мы не просто пропускаем, как одну петлю. Да, и так вот по кругу. Так, заканчивая я ряд, девчонки, и теперь у нас столбики без накида классические. Единственное, что хочу сказать, одна петля подъема и из дырки один столбик, классический из столбика один столбик. Все как в начале. Что я хочу сказать, девчонки, вот здесь вот чуть надо потуже вязать, чтобы верхняя часть была чуть уже, чем нижняя, чтобы сумка выглядела как в оригинале. Для этого либо просто чуть больше затягиваете, да, вот это все дело, либо возьмите крючок потоньше, либо по всему периметру уберите петель восемь, я бы сказала. В общем, найдите свой способ, чтобы вот эта верхняя часть не была растянута. Я, наверное, все-таки уберу несколько петель, смотрите, как убирать буду таким вот образом, то есть здесь я не провяжу петлю, а пропущу сразу в дырку. Сколько я их уберу, я вам скажу. В общем, я сейчас довяжу до верху восемь. Вот восьмой я начала десять рядов, всего я свяжу, а потом намочу и далее уже буду определяться, нравится мне высота уже в обработанном виде или не нравится. Вот на данный момент я не буду сейчас обработку, потому что я хочу спокойно это все дело по-любому. Здесь нужно чем-то уплотнить донышко, мне нужно подумать, мне нужно с этим поработать как бы и мозгом и руками. Это все я вам расскажу в следующем видео и подкладка и обработка. На данном этапе у нас вот такая вот заготовка, которую мы будем доделать в следующем видео. Все, девчонки, я с вами прощаюсь на сегодня. С вами была Вика из Школы рукоделия. Пожелайте мне удачи довести эту сумку до ума и так, чтобы она была, я думаю, она красивая будет. Оно и сейчас уже видно, что это красиво получается, вот правда красиво. Поэтому сегодня пока-пока, постараюсь как можно быстрее. Кстати, еду к внуку на три дня, дам отдых в голове и, возможно, настроюсь на рюкзак. Возможно, я, кстати, сейчас в данный момент, у меня чего-то как-то у меня не тут настроено. Но это пока. У меня это может измениться буквально в 4 секунды. Все, девчонки, прощаюсь пока. Вяжите пока этот узор доверху, дальше будем разбираться.